Аудиокнига Джованни Бокаччо, Де Камерон, День шестой, повесть четвёртая, читает Мария Соловьёва. Кики Био, повару Курадо Джон Филлиенце, находчивым ответом, который он придумал для того, чтобы себя спасти, удаётся развеселить взбешённого Курадо и избежать передряги, кое тот ему грозил. Когда Лауретта умолкла, все принялись расхваливать Нонну, а затем королева велела рассказывать на Эфиле, и та повела свой рассказ так. «Любезные дамы, люди бывают обязаны быстрыми, находчивыми и блестящими ответами не только своей собственной сообразительности, но и случаю, который иной раз приходит на помощь застенчивым и мгновенно вкладывает им в уста такие ответы, которые в обычных обстоятельствах и не пришли бы им в голову. Вот об этом-то я и хочу рассказать. Все вы могли знать, а если не знать, то по крайности слышать об именитом горожанине Курадо Джон Филлиенце, человеке щедром, широком, жившем по-барски, любившем охоту псовую и соколиную, что не мешало ему, однако же, заниматься и важными делами. Как-то раз, близ Перитоллы, его сокол поймал журавля, и Курадо, уверившись, что журавль молодой и упитанный, послал его искусному своему повару, венецианцу по имени Кикибио, и велел передать, чтобы тот как можно лучше изжарил его и подал к ужину. Кикибио, малый должен заметить припустейший, зарезал журавля, положил на сковородку и принялся усердно его поджаривать. Когда журавль был уже почти готов, и из кухни сильно запахло жареным, на кухню случайно забежала бабенка из ближней деревни по имени Брунетто, за который Кикибио здорово приударял, и сперва восчувствовав запах жареного журавля, а потом, увидев его, с умильным видом стала просить Кикибио дать ей бедрышко. — Не дам я вам бедрышко, Донна Брунетто, не дам я вам бедрышко! — на певучем своем наречии отвечал ей Кикибио. — Не дашь? — Так и я тебе не дам! — Крест истинный! — в сердцах сказала Донна Брунетто. Коротко говоря, оба расшумелись. Кончилось дело тем, что Кикибио, дабы не огорчать свою даму сердце, оторвал от журавля бедро и отдал ей. Когда же Курада и его гостям был подан журавль без одной ноги, то Кураду пришел в изумление, тут же послал за Кикибио и спросил, где другая нога. На это ему венецианский враль, не моргнув и глазом, ответил. — Сударь, да ведь у всех журавлей одна нога! Курада возмутился. — То есть как, черт побери, у всех одна нога! — вскричал он. — Что, я журавлей никогда не видал, что ли? Кикибио утвердил свое. — Да правда же, мессер, если угодно, я вам это докажу на живых! Из уважения к гостям Курада не хотел вступать с ним в дальнейшее перепирательство. И он только пригрозил. — Ты намерен показать мне у живых журавлей нечто такое, чего я видом не видал и слыхом не слыхал? Ну так покажи мне это завтра же, тогда я успокоюсь. Но если не покажешь, вот тебе, Христос, я велю тебя так вздуть, что ты себе на горе всю жизнь меня будешь помнить. Тем и кончилось в тот вечер их словопрение, а наутро гнев у Курада вместе со сном не прошел. Напротив, внутри у него все кипело, он встал чуть свет, велел седлать коней и, приказав Кикибио сесть на клячу, поехал к болоту, где на рассвете всегда было много журавлей. — Сейчас мы увидим, кто вчера солгал, ты или я! — сказал Курада. Кикибио, до смерти напуганный, трусил следом за ним, а сам бы рад дернуть, ибо ясно видел, что Курада еще не отошел, значит, ему во что бы то ни стало нужно вывернуться. А вот каким образом он этого себе не представлял? Ну и дернуть он не мог, и все только посматривал, то вперед, то назад, то по сторонам, и что не попадалось ему на глаза, все-то он принимал за журавля, стоящего на двух ногах. Подъезжают они к болоту. Глядь! На берегу журавлей этак десяток стоят на одной ноге. Так обыкновенно журавли спят. Кикибио не применил указать на них Курада. Теперь вы сами видите, мессер, что вчера я говорил правду, молвил он. У журавлей-то одна нога. Глядите, вон они стоят! Курада посмотрел на журавлей и сказал, погоди, сейчас я тебе покажу, что у них две ноги. Тут он к ним подкрался, да как крикнет! Хо-хо! Все журавли словно по команде опустили другую ногу и, взяв разбег, полетели. Тогда Курада обратился к Кикибио. Что, мошенник, теперь ты видишь, что у них две ноги. Кикибио совсем было растерялся, но вдруг его осенило. Вижу, мессер, сказал он. Да ведь вчера-то вы не крикнули хо-хо! А вот если бы вы крикнули, тогда бы и вчерашний журавль опустил вторую ногу. Этот ответ так понравился Кураду, что вместо того, чтобы еще пуще разгневаться, он весело рассмеялся. Твоя правда, Кикибио, сказал он. Жаль, что я вчера не крикнул. Так, благодаря находчивому и забавному ответу, Кикибио отвел от себя беду и помирился со своим господином. Субтитры создавал DimaTorzok